Гомеопатия – это штука, которой я интересуюсь давно. Аноферон, эргоферон, импаза, принятые в рот, да, орально. И вы будете преуспевать, вы будете зарабатывать миллиарды рублей в год. Очень полезный препарат. Александр, ваш чай. Сахар нужен? Нет, спасибо, у меня есть. Привет. У меня бомбит. Я человек, пораженный гомеопатией, но так сильно у меня еще ни разу не пригорало. Вроде бы я уже должен был выбрать толерантность к этому методу альтернативной медицины. Я давно занимаюсь критикой гомеопатии. Я был одним из тех, кто писал знаменитый меморандум комиссии ран по борьбе с лженаукой, а лженаучностью гомеопатии, по которому трубили во всех СМИ в свое время. Лично с ней сталкивался, когда я был еще бедным студентом. Мне назначили гомеопатию от заболевания непонятного происхождения, которое у меня было. Я был в шоке от того, что я узнал, то есть я заплатил деньги за какое-то лекарство, и когда я проанализировал состав, уже пост, только я его купил, я понял, что там ничего нет, что меня пытались просто, ну, обмануть, продать мне какую-то пустышку, точнее даже не просто пытались, а обманули. Кстати, то заболевание, которое у меня было, оно в итоге прошло само, без всякой гомеопатии. Если бы я это начал принимать, я бы, может быть, сейчас тоже ходил бы и верил. О, а мне же помогло, мне помогла гомеопатия. Гомеопатия – это штука, которой я интересуюсь давно, и вроде бы я все уже повидал, и вроде бы все их приемы посмотрел, но недавно гомеопаты смогли превзойти себя во многих смыслах, во многих планах, потому что, ну, одно дело, да, когда, окей, есть люди, которые верят в гомеопатию, верят в то, что вы можете взять какое-то вещество, развести его в 100 тысяч 500 миллиардов раз, так что там не останется ни одной молекулы действующего вещества, и там будет какая-то память воды, которая подействует потом на вас каким-то магическим образом. Окей, кто-то в это верит. Кто-то верит в астрологию, кто-то верит в уфологию, кто-то верит в барабашку, кто-то верит в гадание на кофейной гуще, кто-то верит в гомеопатию. Это личное право каждого человека верить во все, что ему вздумается, окей. Но что меня особенно бесит и вымораживает буквально, это когда кто-то выдает за науку, за что-то доказанно работающее, что-то, что откровенно таковым не является. Здесь просто гомеопатия. Обычная, классическая, они говорят, вот мы лечим по заветам знаменитого врача Самуэла Ганнемана, который, собственно, гомеопатию придумал. Вот, пожалуйста, мы вам приготовили сахарные шарики. Хотите, верьте, хотите, нет. Окей. Вот препарат у меня в руке, называется Анаферон. Здесь написано, что препарат содержит 0,003 грамма, то есть, кажется, нормальная концентрация, да, антител к гамма-энтерферону человека, афинно-очищенных. Звучит нормально, но эти 0,003 грамма, дальше идет звездочка. А за этой звездочкой написано, наносится на лактозы моногидрат в виде водно-спиртовой смеси содержанием не более 10 в минус 15 нанограмм на грамм активной формы действующего вещества. То есть, вы вроде бы смотрите, целых 0,003 грамма, это вот большим шрифтом, но если вы перемножите 10 в минус 15 на нано, нано это 10 в минус 9, на эти самые присалутые 0,003, то вы получите, что здесь нет ни одной молекулы антител. Я отдельно, да, отвожу в сторону вопрос, а вот вообще там антитела к чему-то, к интерферону гамма, принятые в рот, да, орально. Вообще-то антитела это белок, белок он в ЖКТ будет, как любой белок перевариваться, разлагаться на аминокислоты, которые потом будут усвоены вашим организмом для того, чтобы что-то произвести. Антитела, принятые в рот, ну, в таком виде вообще в принципе не должны оказывать какого-то физиологического воздействия, но окей, их там нет, то есть тут просто сахар. Я, читая лекции про науку, про фейковую медицину, задавал такой вопрос своей аудитории живой, поднимите, пожалуйста, руку, если вы относитесь к следующей категории людей, которые скептически относятся к гомеопатии, то есть вы в нее не верите, и при этом вы покупали один из, и дальше был большой перечень препаратов компаний, которые называются Materia Medical Holding, это те, кто, собственно, производит Анаферон, Эргоферон, Импаза, Субета, Проспекта, недавно появился препарат Рафамин, почему Рафамин, а не Рафенат, я не знаю, у них куча таких есть препаратов, и вот где-то треть зала поднимала руку, то есть они не верят в гомеопатию, но их убедили в том, что это не гомеопатия, что это как бы научные лекарства, зарегистрированные в России как обычные лекарства, и люди это покупают, и люди тратят на это свои деньги, более того, некоторые из этих препаратов, они вообще-то, ну, при серьезных показаниях предполагаются. Какие-то препараты используются при профилактике клещевого энцефалита, другие должны якобы помогать людям, которые устанавливаются после инсульта. Есть препарат, который показан якобы диабетикам, то есть с сахаром будем лечить сахарный диабет, совершенно гениальные бывают кейсы с этой, как бы, буду называть это дальше стыдливой гомеопатией. Окей, это тоже давняя история, но они себя превзошли, потому что в России теперь, если вы зайдете на сайт государственного реестра лекарственных средств, то вы можете обнаружить, как они по-новому теперь называют эти свои препараты. Открываем современный сайт, посвященный этому же препарату, его инструкцию, и видим. Препарат содержит 10 тысяч ЕМД. Что такое ЕМД? Это некие единицы модифицирующего действия, то есть такое классное магическое заклинание, но человек смотрит на это и думает, ну, аж целых 10 тысяч каких-то единиц модулирующего действия. Это уже не 10 минус 15 нанограмм на грамм, помноженное на 0,03, а это вот прям 10 тысяч, то есть дофига. У человека возникает иллюзия того, что реально его кормят каким-то лекарством. Сам состав этого препарата антитела к интерферону, и люди думают, ну, антитела это что-то связанное с иммунной системой, интерферон, если кто-то слышал, тоже связан с иммунной системой. Нет, чтобы назваться честно, мы гомеопаты, вот, кто верит, тот покупайте. Нет, и на этом зарабатывают, если что, миллиарды рублей в год. Вот на таких штуках. Одна из моих деятельностей, которой я занимался, это тем, что мы читали их научные публикации, вот этого доктора медицинских наук Олега Эпштейна, который, собственно, директор вот этой компании, его соавторов. И мы добились в свое время отзыва шести их научных публикаций из международных лицензируемых научных журналов. Причем с одной из этих публикаций была совершенно смешная история. То есть представьте себе, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, пишет научную статью, ее публикуют в научном журнале, в реальном научном журнале. Я читаю лекцию школьникам, рассказываю им такую лекцию про то, какие бывают вообще ошибки в науке, очень базовую, такую для школьников. И говорим, вот вам статья доктора наук, прочитайте, найдете там ошибку или нет. Сам я статью до этого еще не видел. И школьники находят там ошибки, а потом мы по этим ошибкам пишем письмо в редакцию. И редакция такая, да, мы что-то этого не заметили. И отзывают научную статью доктора наук, члена-корреспондента Российской Академии Наук. В общем, в свете этой критики, видимо, они решили, что и вот эта вот маскировка маскировка в виде 10-15 нанограмм на грамм, это уже недостаточно. И нужно применить более тяжелое оружие в виде этих единиц модифицирующего действия. Так что же такое вот эти вот самые EMD, единицы модифицирующего действия? Ну вот я за поиском ответа зашел в раздел вопроса и ответа сайта, посвященного одному из таких вот стыдливых генеопатических препаратов. Называется Проспект. Это как раз тот препарат, который должен якобы помогать людям, пережившим инсульт и при разных других нарушениях мозга. И там есть комментарий вот некого доктора медицинских наук, который поясняет, доктор медицинских наук, профессор, это тоже бесит. Можно найти такого доктора наук, который вам все что угодно скажет. Я знаю доктора наук, который говорит, что мужчины произошли там из Амазона гермафродит. На любой вопрос вы найдете доктора медицинских наук. У меня ученый степень по гомеопатии. У тебя степень по глупости. Так вот этот доктор медицинских наук Говорит, ЕМД или единицы модифицирующего действия показывают, каким образом проспекта влияет на легандрецепторное взаимодействие между молекулой-мишенью и рецептором То есть между мозгоспецифическим белком С100 и модифицированными антителами С100 В зависимости от выраженности связывания молекулы-мишеней со своим рецептором рассчитывается, насколько улучшается эта связь под влиянием проспекта Это и есть ЕМД Но ЕМД это приносится в разделе состав Поэтому я спрашиваю, а сколько же все-таки это в граммах? Сколько вешать в граммах? Сколько в миллиграммах, в нанограммах? Сколько это? И дальше парадоксальная, просто потрясающая ситуация Потому что они же сами это понимают, что в граммах там ничего нет И мы открываем для такого препарата Ну опять же, вернемся к анаферону, да, они все в принципе примерно под одну гребенку Открываем и смотрим их инструкцию И в инструкции есть такой раздел, который называется формакокинетика Это грубо говоря, где вы можете обнаружить этот ваш препарат? Ну, теле человек, который его принял Ну это же логично, что если человек принял препарат, он должен где-то в нем обнаруживаться И на что-то там влиять И вот они пишут Чувствительность современных физико-химических методов анализа Скобках Газо-жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография Хроматомасспектрометрия Если что, это все очень надежные высокочувствительные методы Не позволяет оценивать содержание действующего вещества препарата анаферон В биологических жидкостях, органах и тканях Что делает технически невозможным изучение формакокинетики То есть, смотрите, у них нет формакокинетики Есть требование, что для нормальных лекарств должна быть изучена формакокинетика Как они это обходят? Они говорят, а у нас ее невозможно изучить, поэтому ее не изучали Поэтому просто верьте нам, что там есть единица модифицирующего действия Которая как-то связывает с каким-то белком Причем мы даже не знаем, в какой концентрации у человека этот белок И где он есть, и где он с ним взаимодействует Ну ладно Просто верьте нам, покупайте наш препарат У него есть 10 тысяч единиц модифицирующего действия Но на этом такой наукообразный Я бы хотел сказать слово какое-нибудь в духе типа подлог Но я не могу сказать слово типа подлог Потому что вот эта компания, которая это производит Вообще знаменита тем, что они очень любят судиться с теми, кто их критикует Это тоже один, видите, способ доказывать свою научность Это просто вас тут раскритиковал и пошли подали в суд В общем, не будем мы использовать слово подлог Но мы будем говорить в более мягких терминах Типа различные приемы, показывающие, как можно повлиять на представление людей Об эффективности вашего препарата, рассказывая, ну, скажем так, не все Я думаю, что это достаточно уместно Спросим у юристов Вот вернемся к этому препарату с проспекта Который в случае с инсультом должен помогать На сайте этого препарата проспекта есть комментарий Все того же доктора медицинских наук в разделе «Вопросы и ответы» Когнитивных функций Класс! Ну, прямо сразу хочется принять 92% пациентов получали улучшение когнитивных функций Но они там пережили инсульт Но у меня сразу возникает вопрос А в контрольной группе что? Вот в ваших условиях эксперимента Люди, которые получали пустышку У них какой был процент улучшения самых когнитивных функций? Вы не поверите У 82% группы плацебо тоже наблюдались улучшения Окей, но это еще не самое смешное Потому что если мы посмотрим на график, который они здесь приводят То там вот этот график выглядит потрясающе Вот 90%, вот 80% И как будто бы 90% это в три раза больше, чем 80% То есть смотришь, реально ступенька графика намного выше, чем другая Это очень известный прием, который позволяет вводить людей в заблуждение Когда вы отрезаете часть графика Чтобы оказалось, что две вещи, два столбика, которые на самом деле очень близки друг к другу Кажется, что один сильно выше, чем другой Они не стесняются это делать, потому что, ну как? Вы же все равно купите этот сахар, правильно? Нужен сахар, сахар Нужен сахар, сахар И сам прием, этот давний, как сама гомеопатия Что мы берем какое-то заболевание, при котором у очень большого количества людей происходит спонтанное выздоровление Вот здесь они приводят пример некого диагноза При котором у 80% людей, которые получают просто пустышку, наблюдаются улучшения Вот пример свежего исследования, как раз про аноферон, который у нас здесь фигурирует Они приводят ссылку на исследование, которое мало того, что опубликовано Оно даже было внесено в международный реестр клиника utrials.gov Это место, куда в международной фармацевтической компании Можешь подать сначала план своего исследования, а потом результат этого исследования И это необходимые условия, чтобы ваши исследования воспринимали всерьез на международном уровне И мы открываем одно из таких клинических исследований про аноферон И основная характеристика, которую они рассматривали Это через какое время наблюдается нормализация уровня температуры тела Ну вот с лечением 4,6 дня, без лечения 4,9 дня Очень полезный препарат Но вам же не нужно обязательно эти исследования рекламировать очень активно, показывать графики Вы же можете просто сказать, у нас супер много исследований И вот есть такое исследование, такое исследование Кто же будет эти исследования читать, правильно? Можно в гомеопатических дозах подавать информацию о том, что вы хотите на массовую аудиторию И вы будете преуспевать, вы будете зарабатывать миллиарды рублей в год Что еще можно сделать, чтобы лучше продавались ваши препараты? Но вот у обычных лекарств есть действующее вещество, правильно? И поэтому вполне возможно, что это действующее вещество может оказать на кого-то пациента Который, допустим, особенно чувствительный, у которого какая-то особенная генетика Или, может быть, у него какие-то есть особенности течения заболевания Что препарат подействует на него не хорошо, а плохо Что будут побочные эффекты У любого препарата есть, у любого нормального препарата есть побочные эффекты А здесь с побочными эффектами, как вы можете догадаться Ну, в общем, они пишут, что их вроде бы как нет По крайней мере, для тех, которые я смог посмотреть Что любопытно, как они это объясняют Вот для препарата этого проспектора Ну, он же влияет на мозг, да? То есть, в принципе, вы возьмете, допустим, антидепрессант Если вы возьмете слишком много этого препарата, у вас могут быть проблемы И вообще у антидепрессантов, известно, есть серьезные побочки Никто этого не скрывает Это нормально, это ожидаемо Но здесь их как бы нет Почему? Потому что в случае какой-то избыточной активности Действие препарата проявляется тормозящими эффектами Если активность недостаточно, то происходит активация Тех или иных процессов в головном мозге Поэтому проспекта одновременно оказывает И активирующие, и тормозящие действия В зависимости от исходного состояния процессов ЦНС Таким образом, основное действие препарата нормализующее То есть, как можно сказать, что у нас супер крутой препарат Вообще при любых проблемах и при этом не сказать ничего Это еще поразительно Они приводят данные, там, исследования Окей, мы уже знакомились с этим прекрасным исследованием Посвященным восстановлению людей после инсульта Но при этом намекают на то, что вообще-то их препарат Можно применять при огромном широком спектре Разных заболеваний нервной системы Тоже зачитаю этот пассаж совершенно потрясающий Причин когнитивных нарушений много Основная часть когнитивных нарушений Сосудистые заболевания мозга Кроме того, ухудшения когнитивных функций Могут вызывать болезни Альцгеймера Травмы мозга, хронические интоксикации и так далее Но если идти дальше от причины И смотреть на патогенез изменений Которые приводят к тем или иным когнитивным нарушениям То можно сделать вывод Что имеется много общих схожих черт Влияние проспекта на данные механизмы патогенеза Которые повторяются при когнитивных нарушениях любого генеза Позволили регулятору указать в инструкции Что препарат, который изучался при когнитивных нарушениях сосудистого генеза Можно использовать и при когнитивных нарушениях Появляющихся при заболеваниях другого генеза Потрясающе! То есть можно, оказывается, выписать препарат Для лечения болезней По которым он не изучался И регулятор говорит, что это нормально Это нормально, ничего Тут не должно у меня, не горит стул подо мной еще Пипец! Меня это дико бесит Как так можно? И как так получилось, что наш регулятор до этого докатился Я хочу вспомнить еще старую травму Потому что, когда мы писали меморандум Комиссии РАН по борьбе с служа наукой Объясняли, почему гомеопатия не работает Кстати, прочитайте там очень подробно Мы разбираем, почему это все полная ерунда Когда мы писали этот меморандум Минздрав заявил Там была большая информационная повестка Волна, все это обсуждали Даже по центральному телевидению Показывали сюжеты при гомеопатии В основном, кстати, в адекватном ключе На удивление Так вот, Минздрав тогда сказал что-то типа того Окей, ладно, кто-то верит в гомеопатию Пусть ходит в гомеопату Но почему это в аптеках продается рядом с обычными препаратами? Почему люди, которые не обязаны же разбираться Не обязаны читать раздел формакокинетика Не обязаны сами смотреть клинические исследования Почему о них никто не позаботился? Почему никто не написал жирными буквами Что на самом деле в этом препарате ничего нет? Это же правда Там действительно ничего нет Я понимаю, что невозможно всем людям Проявить критическое мышление И что сложно одержать победу над таким титаном Как гомеопатия Но мне хочется жить в мире Где конкурентное преимущество Будет у нормальных мыслящих людей И у нормальных компаний Которые честно Производят препараты Которые имеют доказанную эффективность Следуют принципам доказательной медицины И при этом используют реальные вещества В реальных концентрациях Мне хочется попасть именно в такой мир Мне хочется, чтобы кругом было больше Чуть-чуть разумно мыслящих людей И чтобы у тех, кто с ними заодно Было больше преимуществ То, насколько те лекарства Которыми мы лечимся Имеют научное обоснование Идут в соответствии с современной наукой И доказательной медициной От этого зависят жизни людей Как, возможно, ваших знакомых Родственников, может быть, и вас самих То, как настроен и как работает регулятор От этого тоже зависит Наша с вами жизнь Поэтому мне эта тема кажется очень важной И мы будем записывать дальше другие ролики Не только про это Но и про другие опасные заблуждения Я вам советую подписаться на канал Если вам это интересно И обязательно поделитесь этим роликом С вашими знакомыми Чтобы защитить их от таких вот Темных искусств Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok